Но я уже повторил, что самое главное, что между голоданиями должно быть меньше двух месяцев, и диета должна быть вегетарианской. Это самое главное условие. Да, но главное условие, что между фастами должно быть меньше двух месяцев, и во время этого времени, диета должна быть вегетарианской. Окей, Фредерик, мы опять не можем видеть твою фотографию, но это нормально, но вы можете просто спросить, и я буду перевести. Окей, вы можете услышать? Вы можете услышать? Да, да, я могу услышать. Я хочу спросить это, пожалуйста, у людей, могут быть по инзалинам, и другие люди, могут быть по ИРВ, они начнутся по эти технологиям и сами? Что-то есть? Да, что мы посетим, может, РВ. Виталий. Их, что ты написал? РВИ? 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 Редакторами, что держатся в медицинском и медицинском, учитывая, что они утречены, чтобы утречить пилы каждый день, если вы не будете пилипать, то утречить пилы. Я понимаю, что я понимаю, что ты работаешь. Федерик спрашивает, если к вам приезжают на голодание люди, которые зависимы от определенных лекарств, допустим диабетики от инсулина, от различных таблеток, которые они принимают на ежедневной основе, таким образом вы комбинируете вот эти вот две вещи? Для этого существует трехмесячная подготовка, при которой человек постепенно начинает заниматься первое, он проводит очищение печени и кишечника сперва. Потом он проводит голодание, влажное голодание с приемом сорбентов. Потом он постепенно начинает практиковать сухое голодание и если он делает все правильно, он постепенно уменьшает дозу препаратов, постепенно. И иногда у нас бывает, что за время подготовки люди вообще отходят от препаратов. Но надо еще понимать, один закон зависит от возраста. Первое. Зависит от возраста пациента. Зависит от стажа болезни и сколько лет принимал препараты, то есть сколько лет человек болеет и сколько лет он принимает препараты, это тоже имеет значение. Зависит от возраста пациента. Да. И есть такой закон. Это уже практически в течение тридцати лет я уже понял, что если человек принимал гормональную терапию ежедневно больше пяти лет, то голодание эффективным не будет. То голодание эффективным не будет. То голодание эффективным не будет. So, and he also, during those 30 years that I'm in practice, I saw another, you could say, rule or law, that if a person has been receiving hormonal therapy, больше пяти лет, да? Больше пяти лет, да? Больше пяти лет гормональной терапии. A hormonal therapy for more than five years on a consistent basis, тогда сухое голодание уже не будет эффективным, да? Да, но не будет такого эффекта хорошего. And then dry fast will not be so effective as it would be if the person hadn't taken it. Можно лишь потом, после голодания, если все правильно делать, уменьшить дозу препаратов, но отказаться уже очень трудно. Yeah, so after the fast, in this case, we can decrease the dose of this particular medicine, but in such cases it is difficult to get rid of them completely. Вот, ну и, конечно, каждый человек индивидуальный, как я уже говорил. И вот когда человек готовится в течение трех месяцев, он уже сам понимает, на правильном он пути, не на правильном. Для этого есть подготовка. То есть во время подготовки, если у него пошел хороший процесс, он начинает снижать, снижает дозу препаратов. И тогда уже понятно, что голод – это его путь. Что ему можно сказать? Okay, so he says, but again I want to stress that each person is individual, and while preparing themselves during this preparation period, people can see whether this path of dry fasting is for them. And if it is for them, then... Something happened here. If it is for them, then they just see how it works, and they usually decrease and decrease this particular medicine. So let's get started. I don't know.